Таиланд Самые доброжелательные люди Эта страна так и манит остаться И те, кто раньше мечтал проводить в Таиланде весь свой отпуск Теперь уже мечтают здесь просто жить Добрый день, проходите, пожалуйста У нас гости? Да, мы пришли гости Мы вам покажем, как мы живем Объехав полмира, они остановились на Пхукете Подплывая к самому большому острову Таиланда На своей собственной яхте Вячеслав и Елена не могли даже представить Что всего год спустя будут встречать гостей Уже в своей новой квартире На берегу Сиамского залива Здесь стоит наша яхта Поэтому нам посчастливилось Не только жить рядом В прекрасной квартире Но мы можем, имеем возможность Ставить яхту прямо в Марине Очень удобно, да Для отдыха, для путешествия Нам очень нравится Но снова сниматься с якоря ради далеких путешествий Русские хозяева уже не торопятся Солнца и развлечений пока хватает И дома О такой квартире они мечтали всю свою жизнь Это комната для гостей Здесь приезжают наши друзья Родители отдыхают Это гостевая комната Наша комната находится чуть дальше Большая и уютная living room Полностью кондиционированная мебель Телевизор спутниковый, интернет Все очень замечательно Нам очень нравится В этом поселке они первые русские И почти уверены Не последние квадратные метры Под тайским солнцем Уже вовсю рекомендуют своим друзьям Цена не выше, чем за однокомнатную квартиру В центре Москвы Но на Пхукете за эти деньги Приобретается не просто роскошная крыша над головой Опытом покупается роскошная жизнь Самое главное, что нам нравится сервис Очень хорошо, что на территории находится спа Ну, попробуйте массаж ног Это очень популярно Очень хорошие рестораны А это одно из наших самых популярных блюд Наши клиенты его очень любят Прекрасный фитнес-центр Очень замечательный Один из лучших на острове Это не просто качалка Это целый оздоровительный клуб Так что прошу не путать Поэтому здесь создано все, что необходимо Что может необходимо быть человеку Для нормального отдыха Для нормальной жизни С семьей, с большой семьей Абсолютно никаких ограничений Этот поселок настолько самодостаточный Что здесь есть даже своя картинная галерея Для настоящих ценителей мирового искусства Работы модных представителей Азиатского постмодернизма Если вы приехали на Пхукет Подыскали себе какую-нибудь хорошенькую виллу И думаете, чем бы ее украсить Добро пожаловать к нам Тот, кто придумал всю эту жизнь Построил все эти дома И создал для их обитателей весь этот сервис И сам живет по соседству Здравствуйте Здравствуйте, рада познакомиться Да, и я тоже Поехали, я покажу вам весь поселок Миллиардер Гулу Лалвани Родился в Индии Вырос в Лондоне Но, говорит, лучше Пхукета Не видел ничего Я выбрал именно Пхукет Потому что, во-первых, тайцы очень гостеприимны к иностранцам А во-вторых, здесь удивительный климат Может, конечно, пойти дождь минут на 20 Но потом сразу голубое небо Вот как сейчас Он уже вложил в свой проект 120 миллионов долларов И это, по его словам, только начало На берегу Андаманского моря Растут не просто дома и виллы За шлагбаумом охраны Строится целый город Но до него еще нужно доехать Это особый мир Который открывается только частным владельцам А вот и главный пост нашей охраны Камера наблюдения работает 24 часа в сутки До поселка отсюда еще целых полтора километра Так что все его жители в абсолютной безопасности Пальмовая аллея заканчивается у причала акватории Здесь пришвартованы десятки яхт экстра-класса Дальше только океан Владельцы этих яхт живут совсем рядом Вот в этих домах Утром после завтрака наши резиденты Могут спуститься вниз и сразу сесть в своей лодке Это очень удобно А еще яхту можно сдать в сервис И прямо из окна наблюдать, как ее ремонтируют Вот, например, судно только что вернулось в покраске Смотрите, его сейчас спустят на воду Этот поселок первый и пока единственный в мире Где причалами обеспечены не просто дома, а целые улицы Недавно мистер Лал Вани получил за этот проект Самую престижную награду Таиланда в области недвижимости Вилла с отдельным причалом настолько удобна, что он и сам живет в такой Краткая экскурсия по дому И вот он, выход в большое плавание При желании здесь можно было бы уместить пять или шесть яхт Мы поплывем на самый большой Я назвал ее Дивия в честь моей дочери Это спальня, одна из трех Вообще, это целый дом на воде Когда надоест жить в своем настоящем доме Можно сесть в яхту, уплыть на любой остров и пожить там А теперь пойдемте наверх Когда я строил свою акваторию Я, конечно, надеялся, что ко мне поедут миллионеры Что они будут покупать здесь дома и яхты И вообще будут здесь жить Но я совсем не ожидал встретить здесь миллиардеров Ко мне собирается Билл Гейтс, Абрамович Кстати, из вашей страны собирается Боюсь, всем тут места уже не хватит Абрамович из вашей страны Морские виды, которые их друзья, оставшиеся в России Видят только в кино и на фотографиях Вячеслав и Елена могут позволить себе каждый день Но сначала совсем немного по-настоящему сладкой жизни В местном спа-салоне как раз появились новые процедуры Наша новинка – шоколадное обертывание Сначала вас покроют нежнейшим шоколадом, а потом сделают массаж В свой выходной они решили немного развеяться Дойти на яхте до одного из окрестных островов Говорят, там выращивают хороший жемчуг Я предлагаю заехать на остров Грайн-Яй Очередной раз смотреть жемчуг? Да, посмотрим, там есть неплохие украшения В частности, колечко, которое мы уже видели Да, я надеюсь, что его уже продали 28 тысяч долларов стоит украшение Любимое для тебя, это будет 28 тысяч долларов Тем временем в офисе застройщика снова заключают сделки У макета поселка очередная американская семья Мы 20 лет, прожили в Гонконге и теперь хотим купить дом на Пхукете Что вы нам посоветуете? Обратите внимание, особые дома с прямым выходом в открытое море И собственными гаражами для яхт Вот они, эти три здания на макете А еще вы можете выбрать себе любую из этих вилл В традиционном тайском стиле Большинство домов, в котором они прицениваются Еще даже не построены таким, как на макете Поселок будет выглядеть лет через пять Пока готовы только несколько десятков вилл и частных апартаментов Но продано уже гораздо больше Здесь у нас 15 квартир предоставлено И из них остались только три квартиры, которые мы не продали Все остальные уже куплены Конечно, первые квартиры были проданы вот с этими данными Частными гаражами для яхт Вот они как идут, как пентхаус То есть там первый уровень, третий и четвертый В этой компании Настя работает всего месяц Но уже успела познакомиться с десятками русских покупателей Уезжая из родной семьи в чужую, далекую Азию Она и не думала, что здесь ей придется так часто говорить по-русски Русских на Пукете становится все больше с каждым разом И поэтому многие компании, даже не Рой Пукет Марина Многие компании на Пукете, занимающиеся недвижимостью Хотят в своем штате иметь русского сотрудника По набережной мимо чьей-то уже удавшейся жизни Она ведет нас туда, где уже полным ходом идет новая стройка Еще полгода назад здесь совсем ничего не было Еще через полгода это место будет выглядеть вот так Четырехэтажный пентхаус с отдельным лифтом, бассейном на крыше А главное, встроенным гаражом для яхты Ничего подобного еще пока никто не делал Так что поспешите, может вам удастся купить Потому что расхватывают очень быстро Вон с левой стороны находится, заканчивается кондоминиум С подводным гаражом Кто-то станет первым счастливством владельцев квартиры С подводным гаражом для своей моторной яхты Очень удобно Тапочки сразу в катер Они и сами рады переехать Тем более условия контракта позволяют Ведь квартиру, в которой Вячеслав и Елена живут сейчас Можно продать в любой момент И кстати, когда он наступит, апартаменты уже подорожают Пока эта недвижимость сравнительно дешевая Но цены на нее растут с каждым днем Потому что таких мест на Земле не так уж и много Елена Павлова, Сергей Горецкий, Ольга Семенова, Дмитрий Служеникин Таиланд, Третий канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok